Здравствуйте дорогие друзья! С вами как всегда я Артём и сегодня в обзоре смартфон от компании Huawei Ascend G7. Кроме собственно самого аппарата вы получите гарнитуру, зарядное устройство с USB кабелем и инструкцию. Ну а сейчас подробнее посмотрим на сам смартфон. Это аппарат, который имеет размер экрана 5,5 дюймов. Основан он на процессоре от Qualcomm, это Snapdragon 410, конкретно MSM8916, 64-битный чип, то есть этот чип позволяет выполнять 64-битные приложения. Другой вопрос, что их сейчас не очень много, но тем не менее это один из бюджетных чипов, которые компания представила для выполнения 64-разрядных вычислений. В качестве видеоядра здесь используется Adreno 306, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенный флеш-накопитель, есть поддержка microSD карточек, LTE 4G из коммуникации, Wi-Fi 802.11 BGN, Bluetooth 4.0, GPS, на борту Android 4.4.4, Motion UI 3.0, фирменная оболочка от Huawei, две камеры. Что касается габаритов, то это 153,5-77,3 и толщина всего 7,6 мм. Вес аппарата 165 грамм, аккумулятор 3000 мА. Разрешение дисплея 1280 на 720, то есть это HD разрешение. Как я и сказал, аппарат имеет диагональ 5,5 дюймов. Физических кнопок здесь у нас нет, они наэкранные. Ну а теперь пройдемся по внешности аппарата. С лицевой стороны у нас камера на 5 мегапикселей, разговорный динамик, надпись Huawei. Все необходимые датчики. Внизу физических кнопок нету, они наэкранные. И сама вот эта лицевая часть смартфона в этой и в этой части имеет такую сетчатую как бы структуру. Она проглядывается сквозь стекло, которое закрывает всю поверхность лицевую. Не знаю видно ли вам на камеру, но очень симпатично и классно все это выглядит. С этой стороны качелька громкости, клавиша включения-выключения аппарата и несколько лотков для сим-карточки и для microSD карточки. На обратной стороне у нас 13-мегапиксельная камера, вспышка, микрофон, разговорный динамик. С этой стороны ничего нет. Внизу microUSB, еще один микрофон и наверху 3,5. Как мы видим, здесь вот такие вставочки у нас есть. Корпус сам алюминиевый, это полностью металл. Клавиша включения-выключения блокировки аппарата имеет такую приятную шероховатость. То есть тактильно очень приятно ей пользоваться. Вот это пластик, здесь две антенны, что улучшает качество приема сигнала. Ну и логотип Huawei. То есть аппарат очень-очень хорошо лежит в руке, в том числе и тактильно за счет использования металла, пластика. Здесь минимальное количество, разве что вот эти верхние панельки, но они как раз необходимы для работы антенн сотовой сети и также для Wi-Fi и Bluetooth. Ну а теперь заглянем внутрь. В аппарате, как я и сказал, установлен Android 4.4.4 и фирменная оболочка Emotion UI 3.0. Давайте заглянем сюда и посмотрим, что здесь у нас есть в программном обеспечении. Сначала посмотрим о телефоне. Поближе. Android 4.4.4 и Emotion UI 3.0. Сейчас пройдемся по программным фишкам. Кстати, еще покажу сразу же дисплей. Дисплей сочный. Все отлично с углами обзора здесь. Вот сейчас я вам показываю. Причем эта яркость стоит менее чем наполовину, чтобы вам все прекрасно было видно на камеру. Давайте сейчас я вам покажу. Экран. Яркость. Разумеется, есть датчик автояркости. Максимальная яркость выглядит вот таким образом. Вот углы обзора. И сейчас поставим яркость на минимальную. Минимальная яркость выглядит вот таким образом. Запас яркости есть. Никаких проблем на солнце не будет. Очень хорошее здесь антибликовое покрытие, как и олеофобное. Пальчики наши стираются достаточно легко. Сейчас я снова сделаю яркость комфортной, чтобы вам все было видно. Я думаю, вот на таком уровне. Ну и теперь, собственно, рассмотрим саму оболочку, что здесь есть. Ну раз уж мы с вами уже находимся в меню экран, то про него и начнем свой рассказ. Яркость я вам уже показал, где регулируется спящий режим. Можем настраивать автоповорот экрана, отображать имя оператора и управление световым индикатором. Вот в этой области находится световой индикатор, который оповещает нас о каких-то пропущенных событиях или, например, о низком заряде нашего аккумулятора. Дальше мы можем включить режим заставку для автоматического отображения изображения во время зарядки устройства. То есть, когда устройство будет заряжаться, у вас будет какая-то картиночка, если вы это, конечно же, хотите. Также мы можем изменить цветовую температуру дисплея. Можем загнать ее в теплые тона, либо в холодные. По умолчанию, соответственно, все настроено оптимально по серединке, так сказать. Выходим. Дальше здесь у нас Wi-Fi и Bluetooth, это все понятно. Стиль рабочего экрана. Можем выбрать рабочий экран стандартный, который сейчас. И простой в виде вот таких вот плиточек. В одном из своих видео я уже показывал, где рассматривал Emotion UI. Я, наверное, дам сейчас ссылочку, вы там сможете посмотреть. Подробно заострять внимание я здесь не буду. Выходим назад. Дальше экраны я вам уже все здесь показал. Так, переходим в звук. Здесь мы можем управлять нашими звуковыми профилями. Давайте, кстати, посмотрим на звук динамика. Ну и положу смартфон, посмотрим, как он работает, когда динамик немножко заслонен. Ту же самую давайте мелодию. Вот так звучит у нас динамик. Что касается звука в наушниках, то он мне также понравился. Ну, звук это вообще индивидуальная тема, но тем не менее. А звук в наушниках в аппарате мне понравился. Есть режим DTS. Все это мы можем здесь настроить. Выходим в память. В аппарате 16 гигабайт памяти, как я и говорил, доступно 11.2. Но это не проблема, поддерживается ОТГ. Есть отдельный слот под карточки памяти, поэтому расширить мы ее можем без особых проблем. Здесь у нас полностью мы можем настраивать планы наши энергосберегающий режим, умный и обычный. В энергосберегающем режиме, извиняюсь, мы можем проработать 24 часа. То есть там самые необходимые функции будут. Звонок, смс, умный режим 8 часов 12 минут. И обычный режим 7 часов и 38 минут. Дальше есть сведения о энергопотреблении. Здесь показываются, какие программы, какие фоновые процессы кушают наш аккумулятор. И в случае, если они слишком кушают этот аккумулятор, мы можем их выключить. Также можем посмотреть уровень расхода, программным обеспечением различным. Все это здесь отображается. Какой софт у нас кушает больше всего заряда. Вот, например, система Android. Выходим. Когда система находит какое-то энергоемкое приложение, то в области уведомлений вам об этом сообщат. И вы можете что-то с этим приложением сделать. Например, закрыть его. Смотрим, что есть дальше. Диспетчер уведомлений. Можем настроить, какие приложения будут выводить свои уведомления, какие не будут. Все это уже на наше усмотрение. Защищенные приложения. Какие приложения будут работать после того, как аппарат перейдет в спящий режим. То есть, когда будет он заблокирован. И вот интересная фишка – это движение. Мы можем, например, здесь настроить следующий режим. Например, двойное нажатие. То есть, когда у нас аппарат заблокирован, тапаем два раза и экран у нас просыпается. Здесь есть такие фишки. В разделе движения все это мы можем с вами настроить. Также панель навигации мы можем сделать, чтобы она отображалась в нескольких вариантах. Например, чтобы была кнопочка, которая ее скрывает, когда нам не нужно. И вот таким вот свайпом вверх мы всю эту панель снова разворачиваем. NFC можно настроить. В разделе беспроводные сети заходим еще. И здесь соответствующая строчка NFC. Все здесь можно включить. Дальше, что еще есть интересного. Сетевые приложения. Мы можем включать, выключать трафик по Wi-Fi, либо по сотовой сети, чтобы не платить лишние деньги за лишний трафик. Также в разделе управления кликаем еще. Здесь есть режим управления одной рукой. Он у меня сейчас включен. Кнопка управления, которая позволяет включать, получать дополнительные режимы. Ну, все вы, наверное, ее знаете. Дальше режим в чехле. Если вы купите дополнительный чехол, то у вас появятся дополнительные возможности. Например, показ времени и погоды. Ну и режим в перчатках. Давайте посмотрим, что за управление одной рукой. Например, я что-нибудь сейчас буду печатать. Например, открою заметки. Нажму добавить. И вот у нас появляется вот такая вот дополнительная панелька. Мы можем переключать влево-вправо. Для того, чтобы более удобно печатать одной рукой. Ну и немножко поговорим про камеру. Мы можем получить к ней быстрый доступ с экрана блокировки. Здесь у нас есть изображение камеры. Сдвигаем вот так. И мы уже находимся сейчас в камере. Также можно настроить, чтобы камера автоматически была доступна, по нажатию на клавишу громкости. Все это можно сделать в настройках. Давайте посмотрим, что есть в настройках. Во-первых, есть у нас различные режимы. Под водой, сепия, монохромный режим, негатив и так далее. Дальше. Закрываем здесь. Переходим в настройки. Мы можем включить HDR. Далее аудиозаметка, панорама, водяной знак, удачные фото. То есть мы можем сделать группу снимков и таким образом выбрать удачную фотографию. И дальше украшение. То есть позволяет наложить различные эффекты. Там, например, более светлая кожа и так далее. Выходим из этого режима. И зайдем, собственно, в сами настройки. В настройках мы можем делать следующее. Мы можем выбрать разрешение. В данном случае максимально это 13 мегапикселей. 4208 пикселей на 3120. Это режим 4 к 3. Либо можем выбрать 16 на 9. Это будет 10 мегапикселей. Можем записывать теги GPS. Место сохранения выбирается нами на SD карточку, либо на внутреннюю память. Дальше. Режим без звука, либо со звуком. То есть затвор будет. Аудиоконтроль. Таймер. Съемка нажатием. Улыбка. Автофокус движения поддерживается. Что будет происходить при нажатии и удержании. Далее. Вот кнопка регулировки громкости. Что будут делать. Также двойное нажатие кнопки и снижение громкости при блокировке. Вот как раз при двойном клике мы, например, можем запустить камеру. Дальше можем настроить ISO от 100 до 800. Дальше баланс белого. Автоматические лампы накаливания, дневной свет, флуоресцентный и облачно. И настройки изображения экспозиции, насыщенность, контраст и яркость. Вот такие настройки у нас есть в фотокамере. Разумеется, есть фронтальная камера. Вот сейчас вы видите меня. Так, случайно вышел. Переходим назад. Есть режим видео, разумеется. Давайте посмотрим. Включена у нас сейчас вспышка в режиме такого фонарика. Что есть в видео. В видео есть следующие настройки. Это режим 1080p, либо HD. Также поддерживаются более низкие разрешения. Но, в принципе, в них особого смысла нет. Примеры видео и снимков с камеры вы сможете посмотреть по ссылке ниже. В описании ролика. Также есть автофокус в движении. Вот такие настройки. И очень есть интересный режим. Это режим фокусировки, который позволяет действительно сделать фотографию и выбрать то место, где будет у нас фокус. То есть, камера делает несколько снимков. И далее мы можем выбрать место фокусировки. Для этого здесь не применяется каких-то, несколько сенсоров, несколько камер. Все делается софтверно. И, кстати, я вам скажу, очень и очень классно все это получается. Вот я, например, сделал снимок. Дальше я перешел в галерею, нажимая на вот такую специальную кнопочку и могу выбрать место фокусировки. Не знаю, будет ли вам видно на камере. Вот, например, хочу я задний фон. Задний фон у нас теперь делается. Это приоритет его, вот сейчас. И сейчас сделаю снова фокус на переднем объекте. Вот вы сейчас видите различия. Это действительно работает, то есть и достаточно хорошо. Мы можем менять место фокусировки. Также в обычной камере, если мы перейдем в обычное фото, так, нам не нужны снимки, а в обычное фото, то у нас есть раздельная фокусировка и раздельная экспозиция. То есть мы можем сфокусироваться в одном месте, а настроить экспозицию отдельно, по какому-то участку изображения. Это очень удобно. То есть мы можем выводить экспозицию в более яркую часть, можем в более темную и таким образом более качественно делать снимки. То есть экспозиция и фокус на камере полностью раздельны. Ну а теперь давайте поговорим про автономность аппарата. В аппарате установлен аккумулятор на 3000 мА. Во-первых, напомню, что здесь очень и очень тонкий корпус, 7,6 мм. Сколько же этот аккумулятор в совокупности с Android 4.4.4 и Snapdragon 410 выдает? Традиционно я тестировал автономность с помощью программы Epic Citadel. Максимальная яркость экрана, максимальная громкость в наушниках, включенный Wi-Fi. И аппарат проработал практически 5 часов. 4 часа и 47 минут. Это отличный результат. Напомню, что здесь установлен процессор MSM8916, 4-ядерный чип и графика Adreno 306. Соответственно, здесь у нас, я думаю, и прошивка повлияла на такой хороший результат. И аккумулятор. И, конечно же, сам процессор. Далее я протестировал, как аппарат разряжается, когда он находится в режиме ожидания. За 9 часов и 25 минут режима ожидания аппарат разрядился на 2%. И осталось еще 98% аккумулятора. Время было 9.51 утра. И в 10 часов я закончил пользоваться смартфоном. То есть просматривал ролики с YouTube. Смотрел, заходил в почту. Работал, серфил в интернете. Делал снимки. Около 20 снимков примерно. И аккумулятор при этом разрядился до 60%. То есть осталось еще 60%. Вот такой отличный результат. В 10 часов еще 60% аккумулятора. То есть это очень и очень хороший результат. То есть на световой день при очень достаточно большой загрузке смартфон живет на ура. Если вы будете использовать его в щадящем режиме, то вам хватит более чем на день. То есть не нужно будет думать и бежать где-то искать зарядку с самого утра. А смартфон будет дальше жить даже тогда, когда вы проснетесь уже на следующее утро. Ну а теперь о попугаях, о производительности. Куда же без них. Квадрант показывает нам 12214 попугаев. Антуту сейчас я вам покажу сколько показывает. Запускаем Антуту. Это 19914 баллов. Вот такой неплохой результат. Ну попугаи всякие и баллы это одно. Давайте посмотрим как ведут себя игрушки. Сейчас вы еще на экране увидите FPS в программе Epic Citadel. Захожу в игры. Тестировать будем с помощью Asphalt 8 и Nova 3. Запускаю Asphalt. Звук еще раз. Мы можем настроить раздельный звук для каждой различной громкости. То есть например для уведомлений и так далее. Но это фишка всех смартфонов Huawei, где установлен Emotion UI. Я сделаю потише, чтобы нас не забанили за музыку. Вот так идет у нас Asphalt. Напомню, что это самые высокие настройки. И сейчас мы с вами немножко погоняем. Вот такой трюк мы с вами сделали. Вот так у нас идет Asphalt. Теперь посмотрим как идет Nova 3. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Также хороший. Что касается автономности. То автономность у нас также находится на очень-очень хорошем уровне. Аккумулятор 3000 мА. Никаких тормозов, никаких багов в оболочке не было замечено. Все летает. Все отрисовывается на ура. Ролики воспроизводит. Я имею ввиду фильмы. Игрушки. Большинство игрушек здесь будут идти на средних либо средне-высоких настройках. Здесь применяется, напомню, ускоритель Adreno 306. Ну и за счет того, что здесь есть разрешение, игрушки идут на достаточно высоких настройках и достаточно шустро. Что можно отнести к минусам? Не знаю. К минусам, наверное, возможно кому-то это дисплей, а именно его разрешение 1280х720. Но лично я никаких проблем здесь не заметил. Никакой зернистости здесь нет. Вот сейчас я вам показываю. Просто людей сейчас избаловали какими-то там ретино разрешениями, Quad HD, 4K и так далее. На самом деле дисплей выглядит замечательно и никаких проблем я не заметил в том, что здесь не Full HD разрешение. Аппарат 5,5 дюймов, отлично лежит в руке за счет вот таких вот скошенных углов. Тактильно очень классно ощущается за счет металла, поэтому аппарат мне понравился. Вот такой смартфон получился у компании Huawei Ascend G7. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, все ссылки в описании и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok